Динамо Загреб Через несколько, через час, наверное, будем недалеко от места силы российского футбола, от города Марибор, ну и дальше уже совсем недалеко будет до Хорватии, до Загреба, думаю, где-то часов в 10 мы должны быть на месте, может быть, чуть-чуть пораньше, и, соответственно, следующее включение будет уже из центра Загреба. Ну что, ребят, мы в Загребе, мы добрались, примерно 4,5 часа дороги, 4 страны посетили, Словакия, Австрия, Словения и, наконец, Хорватия, и мы прибыли пока еще не совсем в центр, но уже очень красиво. Загреб выглядит пока в наших глазах примерно так, мы будем делиться впечатлениями. И мы уже в центре Загреба, за моей спиной там стоит главный Загребский собор, мы в нем уже побывали, собор 13-15 века, отреставрированный. Вообще, впечатление, ну, такого очень древнего города, хотя он основан где-то там, примерно тогда же, когда была основана Москва, но вот там куча крепостных стен сохранившихся, вот эти вот домики сохранившиеся, они, ну, вот, создают впечатление действительно древнего города. При этом он очень такой ступенчатый, мы когда приезжали, мы ехали через застройку на такую типичную новую советскую застройку, потом приехали к домам какого-то такого 18-19 века, которые у нас на Невском проспекте стоят в большом количестве в Петербурге. Потом мы прошли еще немножко, попали уже в более древний действительно город и сейчас по нему гуляем. А еще если туда чуть-чуть вдаль посмотреть, то можно увидеть мачты стадиона Максимир, на котором пройдут, собственно, сегодняшний матч между Динамо-Загребом и Локомотивом. Не на самом стадионе, а на запасном поле этого стадиона, но вот где-то вот в той стороне. Динамо-Загребом и Локомотивом. Ну вот, собственно, мы на стадионе, это запасная арена Максимира, за нашей спиной основная арена Динамо-Загреб. Очень забавно, что крыша, которая вот эта вот, это фактически трибуна стадиона Максимир. Фокус, поймайся. Что еще примечательно, где-то на пять рядов ниже сидит вся верхушка Локомотива. Это Василий Кикнадзе, слева Киричек, дальше вы не видите, но там есть Владимир Кузьмичев, Дмитрий Лоськов, там же где-то Евгений Хралачев, ну и в принципе все, кто надо, все приехали и смотрят этот матч. Закончился первый тайм и наша команда проигрывает 1-0 после очень досадной ошибки Боттера, но, к сожалению, за Боттерем такое стало частенько водиться. Да, мы помним, что в Лиге Чемпионов у него уже не первый косяк. И на матч с Герзенкирхеном даже ставили Крайкова играть в воротах по самым важным матчам. Ну, к сожалению, вот упустил он часть из рук, который катился фактически, ну, совершенно даже его не атаковал никто. Но вся команда играет слабо. Я могу отметить только Стаса Макеева. Он действительно рубится, борется и выигрывает большую часть единоборств. Остальные как-то тушуются, играют вообще не в свой футбол и принимают те решения, которые им не свойственны. Они, ну, в другой ситуации, да, на своем поле, они играли бы совершенно по-другому. Я в этом уверен. Именно в принятии решений они не рискуют. Стараются выбирать максимально гарантированное решение. И оно приводит к тому, что мы этот мяч теряем. Здесь всего один матч, нам надо выигрывать. Я надеюсь, что во втором тайме Катасонов скажет это ребятам. И ребята станут лучше играть. В первую очередь, конечно, ждем сильнее игру от Карапузова, от Макса Петрова. Те, кто должен брать на себя футбол и вести за собой команду. Особенно Влад Карапузов расстраивает, потому что должен быть лидером, но не является им. Ну, будем надеяться, что во втором тайме наша команда покажет себя с лучшей стороны. Сулейманов заработал пенальти, и Титков подходит. Ответственный момент. Умеет ли молодежка бить пенальти? Остается 20 минут до конца матча. Давай. Только вы ножки не затряслись. Браво! Ну, собственно, да. Честно говоря, не помню, какой регламент. Сразу ли серия пенальти, поэтому сделали замену, либо еще что-то будет какое-то время. Я думаю, сразу серия пенальти будет назначена. Но во втором тайме Локомотив, конечно, полностью переиграл Динамо и Загреб. Наиграли на 2-3 мяча минимум. Забили один в самой концовке встречи. Пацаны, конечно, просто доиграли до конца на морально-волевых. Это самая голевая атака, последняя в матче, последних шансов. Безумно круто, но надо было забивать раньше с пенальти. Шанс Файзулина до этого, шанс Диткова. Это просто супер-моменты, которых, мне кажется, у Загреба настолько опасных не было уж, как в пенальти, так точно. Посмотрим, как будет на серии пенальти. В серии с пенальти у ребят проблемы огромные. Не забивали порту, не забили сейчас. Но будем верить в ребят. И уже молодцы. Сыграть 1-1 с голом на последней минуте против одной из лучших Академий мира – это уже достойно всяческого уважения. Давай, давай, Тимур. Не отбивал бы. Ну, это было очень близко. Я не понял замену вратаря Крайкова на Ботнере. Ботнер действительно здорово ставит пенальти. Да, он ошибся в течение матча, но такие ошибки могут случиться с каждым. Первенство России Ботнер очень частенько для команды 2001 года рождения вытаскивал на сериях пенальти. Брал по три пенальти за раз. Странная лично для меня странная замена. Но в любом случае, ребята-герои, ну, не повезло. Бывает. Я думаю, можно только поаплодировать. Все, дорогие друзья, мы приехали из Загреба в Братиславу. Мы, наконец, дома на уже ставшем любимом диване. Это было тяжело. Четыре с половиной часа в одну сторону на машине, четыре с половиной часа в другую сторону на машине. Для одного дня это, ну, многовато, если честно. Но ради посещения матча молодежной команды «Локомотива», почему бы и нет. Путешествия, давайте я сейчас вкратце опишу все свои мысли. Это такой вот некий итог сегодняшнего дня. Все-таки сегодня был главный день в нашем путешествии. Дальше впереди будет еще пару дней. Мы посетим еще некоторые места в Братиславе. Может быть, в Словакию более обширно посмотрим. Но футбол состоялся сегодня. И, соответственно, все, ради чего это затевалось, состоялось именно сегодня. Поездка получилась довольно приятной. В том плане, что хорошие дороги, приятные пейзажи за окнами. Посетили, получается, четыре страны. Это Словакия, это Австрия. Словения совсем маленький кусочек там был. Словения, ну и от границы Словении и Хорватии до Загреба тоже совсем немного. Большая часть, конечно, прошла у нас путешествие по Австрии. Выехали где-то после футбола. Половину пятого. В пять начало темнеть. Как раз мы выезжали из Загреба. И за полчаса сумерки спустились и началась полноценная ночь. До где-то 9.30 мы оказались дома. Ну, в общем, такое вот путешествие нормальное, европейское. Сам Загреб оказался очень противоречивым городом. С одной стороны, видна история этого города. Видно, что вот этот вот старый город, окруженный там крепостными стенами. Собор хорватский, загребский. Он абсолютно феноменально выглядит. Очень красивый. И мы заходили внутрь. И достаточно много времени провели вокруг него, внутри него. Это внушает. И дальше, когда мы гуляли по старому городу, Ну, вот это было полное ощущение того, что ты гуляешь по какому-то историческому месту. Но при этом мне лично не хватило какой-то изюминки у Загреба. В итоге, когда мы уже спустились в более-менее обжитые места Загреба, это очень сильно походило на Петербург без рек, без мостов. Такой вот обычный европейский город. А то, что было в старом городе, соответственно, то, что вот это вот красивое с огромным количеством достопримечательностей, там эти достопримечательности в списке наш на три ряда были разбиты, казались не более чем декорацией совершенно необжитыми местами, как раз вот в противоположность Братиславии, где вроде не так много всего, сам город поменьше. Но при этом ты ощущаешь, что город этим живет, что это все настоящее. Да, есть град, но который крепость, который чисто достопримечательность. Но вот все остальное это то, где живут люди, где они каждый день бывают, где они проводят свою жизнь. В Загребе, в старом городе мне такого не показалось. В общем, определенно это место, которое стоит посетить, но в топ моих любимых городов навряд ли попадет. Теперь о самом футболе и о том, что, собственно, произошло. Есть определенные тенденции, которые вызывают опасения. Вы знаете, я высоко котирую вратаря Виталия Ботнаря, но это уже, кажется, четвертая его ошибка за этот сезон, абсолютно нелепая, когда он просто дарит сопернику гол. Одна ошибка, окей. Две уже, ну, начинаешь думать, а что с вратарем, когда четыре за сезон, в том числе в Лиге чемпионов, в этой юношеской. Это уже вторая ошибка, которая, к сожалению, выходит боком для команды. Но это все из разряда психологии. И Виталий прекрасный вратарь. Он может доставать совершенно чудесные мячи и спасать команду в ситуациях, когда кажется, что невозможно спасти. Но вот с этим психологическим моментом нужно что-то делать. Очевидно, что парню не хватает концентрации в ситуациях, которые он считает простыми. И то, что мы в итоге пропустили сегодня от Загреба, это определенно очень простая ситуация для любого вратаря. Тем не менее, все равно непонятно решение тренерского штаба. Я думаю, что не обязательно Катасонова. Обычно такие решения принимает тренер по вратарям, кто лучше готов к серии пенальти, кто хуже. Возможно, была какая-то тренировка перед матчем, в котором проверяли, потому что матч противостояние состоит только из одного матча. И если он заканчивается в ничью, то сразу серия пенальти. Шанс ничьи в таких противостояниях очень высок, поэтому наверняка серию пенальти отрабатывали. Вполне возможно, что именно Крайков вышел победителем в этой серии пенальти. Поэтому, когда стало очевидно то, что ее не избежать, гол на 93-й минуте к этому предрасполагает, тут же спешно выпустили Крайкова. И все равно мне непонятно это решение, потому что я прекрасно видел, как Ботнарь умеет стоять на сериях пенальти в ответственных матчах, как он вытягивал в первенствах России для команды эту победу, делая по три сейва. Есть замечательная, знаменитая даже серия против Спартака, насколько я помню, против Спартака в полуфинале одного из первенств России, где Ботнарь просто творил чудеса. Особенно, конечно, хорошо об этом говорить, уже зная, как все в итоге повернулось, но мне действительно показалось изначально, что не совсем логично эта замена. Думаю, что все заметили то, что у команды получилось два абсолютно разных тайма, и в первом очень много тушевались, очень много отдавали мячей сопернику, очень много принимали дурацких решений. Я об этом говорил, собственно, после перерыва, да, у меня такие же впечатления, они и остались, и это довольно очевидно было. Но что изменилось во втором тайме? Во-первых, убрали Логинова и Карапузова, выпустили вместо них двух ребят 2001 года рождения, которые, к тому же, оказались дебютантами. Это Герман Основ, который вышел на левый край обороны, и Денис Файзулин, который пришел к нам из Спартака вместо, собственно, Владислава Карапузова. По позиции он поменял его на правом краю атаки. Что это, в первую очередь, для нас говорит? Это говорит о том, что те ребята, которые должны были взять на себя ответственность, взять на себя игру, вести за собой команду, это игрок 99-го года рождения, старший из возможных в этой команде Вадим Логинов, и Владислав Карапузов, человек, который, ну, может себя уже считать как ветеран этой команды, человек, которого берут в казанку, ну, то есть, должен быть лидером этой команды. Именно их меняют в перерыве, именно они не смогли повести команду за собой. Так это смогли сделать Лапшов и Макеев, ребята 99-го года рождения, которые этот матч провели на очень высоком уровне. Лапшов чуть, наверное, меньше, потому что ему приходилось отрабатывать за многих в обороне, и за Черного, и за Лапшова, и за Основа. Ну, в общем, работы у Лапшова было просто космическое количество, и иногда он все-таки допускал ошибки. Макеев работал в центре поля, и в итоге сделал ответный гол, и для него, ну, просто высшая оценка, которая у меня есть по всей юношеской лиге чемпионов, потому что, ну, я никогда особо не котировал Макеева высоко, да, это выпускник команды 99-го года рождения, не самой нашей классной команды, мягко говоря, но как он провел эту Лигу чемпионов, это просто достойное восхищение. Если у большей части команды, когда она выходила на матчи юношеской лиги чемпионов, тряслись коленки, то Макеев, наоборот, выдавал лучшие матчи в жизни, и матч с Динамо-Загреб, это очередной развивающийся по спирали виток его карьеры, это снова лучший матч жизни Макеева. Я надеюсь, что у него будет много времени в Казанке, и он будет прогрессировать такими же темпами и дальше, ну, очень на это надеюсь. Можно отметить в хорошую сторону Сулейманова, который заработал пенальти, который сделал скидку голевую на гол, собственно, на Макеева. Хорошо боролся, ему было очень тяжело против нескольких защитников, но он не стеснялся, прыгал на них, бодался и периодически выгрызал мячи. Жалко, конечно, что тот момент с пенальти в итоге не обернулся голом, и это, конечно, ну, огромнейшая беда, что основы, что молодежки. Когда футболисты Локомотива подходят к мячу на 11-метровой отметке, я не думаю, что это стопроцентный гол, к сожалению, я об этом уже говорил, но по какой-то вот просто, то ли роковое стечение, но это не может быть стечением обстоятельств, это не может быть какой-то случайностью, как рулетка, если ты не забиваешь два из двух пенальти с игры, и каждый раз это приводит к потере очков. Увы, команда проиграла, я не думаю, что стоит ее сильно ругать, проиграли в серии пенальти, команда одной из лучших академий Европы. Мне, честно говоря, не показалось, что этот набор игроков Динамо Загреб действительно сильный, то есть там, конечно, отличный вратарь совершенно, к сожалению, этот вратарь оказался лучше, чем любой из наших двух игравших в этом матче. Понравился парень под шестым номером, но в целом, ну, это просто команда, которая очень хорошо физически готова, физически одаренные парни, очень мощные, очень рослые, очень высокие, быстрые достаточно. На их фоне какой-нибудь Петров, Титков, Иосифов, они выглядели, ну, вот как гораздо, как ребята со школьного двора, вышедшие поиграть против взрослых, но, тем не менее, все равно у команды получилось создать голевые моменты, и во втором тайме мы уже переиграли. Соперник, выход Титкова на гол, когда он просто почему-то с левой ноги умудрился не попасть в пустую, ну, уже в открытый угол ворот, убрал мяч под себя, крутанул защитника, и просто попадая в угол, ничего сложного в этом нет, он бьет мимо. Пенальти, который не забил тот же самый Титков. Момент Денниса Файзулина, когда он бил, ну, с убойной позицией и выручил вратарь. Еще пару моментов, когда мы запускали наших игроков штрафную, но у них уже просто не было сил выйти один на один, и я думаю то, что если бы наша команда победила в серии пенальти, это было бы заслуженно, но точно так же абсолютно заслуженно и победа Динамо-Заград. Действительно встретились два равных соперника, и только серия пенальти смогла решить, кто же из них сильнее. Я очень доволен этим выездом, я получил огромное количество эмоций, а эмоции это то, что я хочу получать от футбола. Тем более, что вот несмотря на поражение молодежной команды, эти эмоции у меня все равно положительные, и я горд за эту команду, и я рад, что этот путь я, за исключением двух выездных матчей, прошел вместе с ней. Надеюсь, что в следующем году команда, которая уже завоевала право играть в следующем году в юношеской лиге чемпионов, юношеской лиге UEFA, выступит еще лучше, тем более, что базовым будет уже команда 2001 года рождения, которую я очень сильно люблю и очень высоко котирую. Буду закругляться на этом. Еще раз напоминаю, что и завтра, и послезавтра мы продолжим гулять по Братиславии и по Словакии, так что какие-то видосы я все равно буду выкладывать, но по футболу, наверное, это все. Спасибо за внимание, и до встречи уже в Москве. Я думаю, что я заведу стрим, и мы более подробно обо всем побеседуем. Пока!